здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня будем вязать вот этот вот бактус он много его я видела везде в группах все он мне не давал покоя я вообще-то изначально изначально я хотела вот вязать из нашего хит парада вот этот вот но потом все таки смотрела я на тот смотрела 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 этот подобный но этот виде платка хотелось мне вот этот вот нашла вот это вот описание смотрите ничего не видно думаю да шо ж такое а понять там как вязать не очень то и просто вот он как бы разложенный видно что она там добавление убавления какие-то не могла я понять вот с кисточками он очень красивый мне очень нравится удобный небольшой и тепленько шейки и куртки не мешает на мой взгляд думаю а вот потом я нашла все таки вот смотрите я сейчас приближу если захотите вот почитать так вот оставлю и буду рассказывать секундочку чтобы вы могли остановить в этом моменте и прочитать сами вот поэтому описание я вязала конечно со своими чуть-чуть комментариями но возможно они вам помогут возможно вам достаточно будет прочитать это это описание и вязать по четко по описанию а возможно сопоставить видео и описание и уже связать этот бактус так что девчонки вот так вот вот он мой такой хороший это не мой это те которые из интернета сейчас мы его свяжем и кто захочет может связать себе начинаем набираем 3 петли сейчас мы будем вязать первую нашу часть все вязание состоит из трех как бы из секторов этапов сейчас мы начинаем вязать первый далее узор 6 рядов лицевой гладью вот сейчас я вижу 6 рядов лицевой гладью ну тут у нас одна петля по сути и 6 рядов изнаночной глади то есть чередуются они в каждом шестом ряду я буду добавлять воздушную петлю вот чтобы не запутаться в том ряду где мы меняем лицевую гладь на изнаночную мы будем добавлять и наоборот будем добавлять с одной стороны по лицевой петли вернее не в там где будем менять а в последнем ряду в шестом ряду мы добавляем по описанию не будем отклоняться от описания будем вязать по описанию чтобы не запутаться так вот будет связаться у нас есть первый сектор 40 сантиметров так изнано 6 ряд в конце ряда перед кромочной воздушная петля вот она воздушная петля и кромочная изнаночная петля вот здесь вот меняем здесь у нас была лицевая гладь теперь мы вяжем изнаночными петлями этот ряд так поворачиваем тут у нас теперь будут лицевые так вот постепенно она будет прибавляться и на расстоянии когда свяжем 40 сантиметров там кстати написано можно больше кто хочет больше я буду вязать по описанию поэтому не будем экспериментировать посмотрим так 3 3 4 5 Можно пометить ту сторону, где вы прибавляете. Но по сути, если вы запомните себе, что в шестом ряду, вот он мой шестой ряд, в конце добавляем всегда петельку. Вот она. Поворачиваем, это шестой ряд, и переходим на лицевую гладь. Сейчас плохо видно, а потом будет видно хорошо лицевая гладь, изнаночная гладь. Сейчас переходим опять на лицевую, то есть лицевые ряды лицевыми, изнаночные и изнаночными, в изнаночной глади лицевые ряды изнаночными, изнаночные и лицевыми. Вот так вот. Это будет узор для всего бактуса. Таким вот образом продолжаем, пока у нас не будет 40 см этого уголочка. Так, куколки, закончили мы первый этап. Провязала 40 см этим способом. Теперь переходим ко второму этапу. Продолжаем вязать наш узор по 6 рядов. И теперь вот здесь, вот где мы прибавляли, вот видно этот скошенный край. Так, продолжаем прибавлять петли. Вот. Это сейчас я вижу шестой ряд. Лицевой глади, вернее в лицевом ряду, она у меня изнаночная гладь. В начале ряда прибавила, в конце ряда одну петлю я буду убавлять. Ну, убавляем с той стороны, где у нас ровные края. Вот две вместе и остается кромочная. Две вместе и кромочная. Изнаночный ряд. Вернее, он здесь лицевой. Это я в изнаночном делаю эти все, то есть в шестом ряду узора. Теперь я перехожу на лицевую гладь с этой стороны. И так буду вязать 30 см. Убавление с этой стороны, с ровной стороны, в каждом шестом ряду. Так как у нас были прибавления с этой стороны в каждом шестом ряду. А с этой стороны, где мы прибавляли, мы будем добавлять теперь в каждом втором ряду. То есть, один ряд мы вяжем без изменений. Вот она наша воздушная петля. Провязываем ее. Поворачиваемся. И опять делаем прибавление. То есть, в каждом втором ряду мы делаем прибавление с этой стороны. С другой стороны мы делаем убавление в каждом шестом ряду. И так вяжем 30 см. Так, провязала я 30 см. Вот оно видно, видите, отсюда. Нет, не отсюда. Вот примерно отсюда здесь пошли эти убавления. Здесь пошли прибавления. Вот такую форму оно принимает. И мы уже на завершающем этапе. Третья часть нашего вязания. И вот эта, вот смотрите, эта сторона, где мы убавляли в каждом шестом ряду. Здесь мы будем продолжать убавлять в каждом шестом ряду по 4 петли. И раз, ось не видно вам, 2, 3, 4. Так, тут я перехожу уже на лицевую гладь. А со второй, с другой этой стороны мы уже будем добавлять в каждом ряду, девчонки. То есть там скос уже будет очень большой. Вяжем до конца ряда. Сейчас я вам покажу, как это в каждом ряду добавлять. И таким образом будем вязать до конца. Там написано, что вяжем до нужной длины. Вот мне интересно, сколько будет эта нужная длина, сколько сантиметров. У меня я измерю и вам потом скажу, сколько я. То есть всего три этапа. Вот если подытожить немного, чтобы смысл сохранить. Вот первый этап, вот эта внешняя сторона. Сначала мы вяжем ее ровно, потом убавляем по одной петле во втором этапе. В третьем этапе мы убавляем по 4 петли в каждом шестом ряду. Этот ряд, в котором мы в каждом шестом, вот этот вот второй край вернии ряд. Мы в первом секторе добавляем в каждом шестом ряду по одной петле. Во втором секторе, во втором этапе мы добавляем в каждом втором ряду по одной петле. И в третьем этапе мы добавляем в каждом ряду по одной петле. Вот так вот, чтобы не запутаться. То есть с внешней стороны. Так, завязали до конца ряда, осталась одна кромочная. Я делаю воздушную петлю, провязываю кромочную, поворачиваю. Снимаю кромочную, делаю еще одну воздушную петлю и вяжу по узору. То есть вот так вот мы добавлять будем в начале и в конце ряда. Чтобы у нас были эти добавления в каждом ряду. Вот, а там вяжем теперь ровненько. И в шестом ряду мы опять закрываем. Вот, чтобы не запутаться в том ряду, где мы меняем узор, нашу полосочку, мы будем закрывать по 4 петли. Вот так вот вяжем до нужной длины. Так, девчонки, вот провязала этим 3 сектор. Не знаю, там вот написано, что вязать до того, как закончится пряжа, либо до нужной длины. Какая нужная длина, не знаю. Я вот попытаюсь вот так вот сложить от этого уголочка. Примерно, вот видите, как бы вот так, чтобы оно было примерно одинаково. Надеюсь, что получится правильно. Но, во всяком случае, его можно потом на шее уже подрегулировать. Вот, и все петли закрываем. Вот, на спице их тут много получается. Остается все петли мы закрываем. Ну, вот, смотрите, закрыла я все петли. В описании написано, что петли закрывать толстыми спицами свободно, чтобы этот край не был стянут. Так, посмотрите, девчонки. Попробуем его сложить, чтобы понимать, как бы, эту третью часть сколько вязать. Вот, как я складывала от уголка. Вот, в принципе, вот видите, так оно и получилось. То есть, половина. Третий сектор у нас длиной, как бы, получается, в готовом виде, как пол этого платочка. Еще сделала вот такие вот кисточки на краюшке. Приделаю. Можно помпончики, можно без ничего. Все, что угодно. Можно узелочек завязать. По сути, вот и все. Ничего хорошего. Как бы. Вот он готов вам видеть, девчонки. Очень симпатичненький. Кисточки такие я сделала. Подарю подружке своей на Рождество. На Новый год. Хорошенький. Мне понравился. Не разочаровалась я абсолютно в нем. Вяжите. Очень интересно, если подобрать ниточки такие симпатичные. Очень сюрприз. Вот, если подобрать так, как я, видите, несколько цветов. Можно его сделать универсальным, как бы, под много там одежек, чтобы потом его комбинировать со всем. Допустим, трехцветный его сделать. И будет тут очень удобно. Все. А с вами была Вика Шкула Рукоделя. Всем пока-пока.